Привет, друзья! Русские офицеры всегда умели развлекаться и рисковать, но иногда от таких развлечений не то чтобы мурашки появлялись, а и сердце могло остановиться. Одним из таких развлечений была игра кукушка. В конце 19 века среди русских офицеров стала популярна игра кукушка. С наступлением темноты, взяв с собой револьверы и запас патронов, с десяток офицеров запирались в темном и просторном помещении, будь то сарай, конюшня или что-то похожее. В полной темноте игроки расходились по разным углам помещения. Если же в помещении было недостаточно темно, то игрокам завязывали глаза. По жебию выбирался тот, кто и будет кукушкой. Когда все были готовы приступить к игре, кукушка выкрикивал куку. А игроки должны были, стреляя с револьверов, попасть в кукушку. Кукушка должен был уворачиваться от пуль. Вы кукушка, а мы охотники. Вы кукуете, а мы стреляем. У каждого полная война. Оцелите ваше счастье. Поражение в этой игре чаще всего означало смерть. Русский генерал, военный публицист и писатель Дмитрий Логофет писал. Один по жребию самую кукушку представлять должен. Рассядутся. И тихо, так тихо все станет. Даже дыхание не слышно. А тут-то кукушка и крикнет. Ку-ку. Остальные на голос в кукушку и стреляют. Как хватят, чуть не залпом. Тра-та-та и защелкают пули по стенам. И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди колотится. А там опять ку-ку. А в ответ тра-та-та. Прямо-таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь, прислушиваешься и снова ку-ку. Забываешь, что это свой же брат кукует. А только и думаешь. Погоди, проклятая, вот уже следующий раз я тебя как следует срежу. Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают. И как пойдут полить, так со стороны слушать целое сражение. Весело так сделается. Так зачем же офицеры играли в кукушку? Генерал видел в игре много плюсов. Вот что он говорил. Кажется дикая игра, но она владеть собой приучила. Посмотришь, иной молодец во всем принимал участие. И в историях разных, и в кукушку играл, и на тигра ходил. И вырабатывается таким, что нервы как веревки. Первый человек потом на войне оказывался. Смеетесь себе, а я все же скажу, что и эта безбашенная удаль послужила в пользу. Воспитывая тот дух, которым отличались всегда туркистанские войска. Вот вы осуждаете кукушку. А ведь на ней самой воспиталось целое поколение туркистанских офицеров. В сознании, что жизнь копейка. И поэтому эти сорванцы потом и выказывали, когда нужно было чудеса храбрости. Всему свое время. Кому понравилось видео, с вас лайки, подписка. Ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Мосс. Спасибо за просмотр. До новых встреч.